Приветствую, друзья! Есть такие понятия, про которые часто и много говорят до такой степени, что они становятся аксиомами, не требующими ни доказательств, ни каких-либо размышлений. Вот есть понятия, и всё. Кого ни спроси, в определённом сообществе людей все, не задумываясь, будут говорить одно и то же. Так, миф в сознании масс может стать абсолютно непререкаемой былью. В России таких мифов превеликое множество. Я бы даже сказал, что из них соткана вся страна. На этом канале уже разобраны десятки мифов, заблуждений и откровенной лжи, являющихся основой русского мира. Не уверен, что за несколько лет работы канала удалось разобрать хотя бы половину всего этого вранья. Настолько масштабно искажена в России истина. Однако, если вы на этом канале недавно или даже впервые, смело включайте основной плейлист, и вам гарантированы многие часы увлекательных скрепоразрушительных видео. Ведь за что ни возьмись, всюду обман. И вторая армия мира выходит уже не вторая, и сверхдержава уже не сверхдержава, и братство славян оказывается никакое не братство, и так далее, и тому подобное. Но, что удивительно, оказывается, мы еще с вами ни разу полноценно не обсуждали миф, вынесенный в название этого видео. Миф про честь русского офицера. Представляю, как сейчас передернуло украинцев при слове «честь», стоящим рядом со словами «русский офицер». Буча, Ерпень, Бородянка, Мариуполь, Бахмут, Северодонецк и другие израненные или уничтоженные украинские города, расстрелянные гражданские автомобили, погибшие или искалеченные мирные украинцы, старики, женщины, дети, регулярные ракетные обстрелы Киева и других регионов. Все это говорит о том, что русские офицеры утратили не то чтобы честь, они уже давно утратили человеческий облик. Хотя, если разобраться, чести у офицеров российской армии не было никогда. Ни в недавнем времени, ни в советский период, а уж тем более в царский. Откуда же взялся этот романтизированный образ русского офицера, обладающего якобы честью, достоинством и благородством во все времена? Давайте-ка попробуем разобраться. Но вначале попрошу вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь на наш телеграм и твиттер. Все ссылки в описании и первом комментарии. Считается, что в русской армии 18-19 веков офицерское звание всегда определяло принадлежность не к социальной группе, а к касте, которая жила по своим неписанным законам, по кодексу чести. В том случае, если уложения армейских уставов вступали в конфликт с положениями кодекса, выбор офицера был в пользу кодекса чести. Офицерский суд чести был авторитетнее военного трибунала, ибо лучше быть сосланным, разжалованным, чем утратить достоинство. Во время русско-японской войны ротмистр Валентин Кульчицкий написал советы молодому офицеру, которые обобщили выработанный годами свод правил. Он и стал кодексом чести русского офицера. Продолжением офицерского кодекса был дуэльный кодекс Василия Дурасова. С той разницей, что он определял правила дуэлей, так называемых поединков чести, как для военных чинов, так и для штатских. Казалось бы, как это замечательно, когда офицеры страны живут по кодексу чести. Это заставляло при виде мундиров в погонах и эпалетах восторженные девичьи сердца биться чаще, а у гражданских мужчин вызывало уважение. Только вот честь эта в российской армии имела сугубо узкое значение, совершенно иное, чем то, которое вкладывает в это слово современный человек. Представьте себе. Вот, например, известная офицерская «честь имею», негласно использующаяся до сих пор в российской армии, причем неграмотно и неуместно. Современные русские офицеры, говоря «честь имею», подразумевают что? Наличие у себя этой самой чести, правда? Типа «я имею честь». На самом деле нет. И не потому, что у них нет чести, а потому что изначально, говоря «честь имею», необходимо подразумевать проявление уважения и почтения к собеседнику. То есть «честь имею» означает «я тебя уважаю». Так было в царской армии. Вот и все. Не больше и не меньше. Эта фраза, кстати, пришла в русский язык от ненавистных русскими англосаксов. Это калька с английского выражения. Язык, несомненно, имеет значение. Сегодня «честь имею» в устах русского офицера означает «Я имею честь, а ты говно». Думаю, что даже генерал Лебедь использовал эту фразу именно в этом контексте. Хотя за подобное во времена Пушкина или Лермонтова вызывали на поединок чести дуэль. Но, откровенно говоря, во многом это было чистое мальчишество и бравада. Стреляться было так же модно, как сегодня, например, набивать тату. Это делало бритёра, инициатора дуэли, эдаким смельчаком и высокоранговым самцом в глазах общества. Стоит ли напоминать, что многие дуэли происходили из-за пьяных выходок экзальтированных дворянских отпрысков. Так, например, погиб офицер, поэт и мажор Михаил Лермонтов, спровоцировавший своего друга Мартынова на дуэль. Пример Лермонтова характерен в контексте разбираемой нами темы. На канале вы можете посмотреть отдельный большой выпуск о тёмной стороне так называемого великого русского поэта. Я оставлю ссылку в описании. Так вот, Михаил Лермонтов считается в России настоящим героем, покрывшим себя воинской славой и честью во время войны на Кавказе. Только вот хочется спросить, а что, собственно говоря, делала Россия на Кавказе? И что делал там доблестный Лермонтов? А всё то же самое, что сейчас делает русская армия в Украине. Поэт не просто выполнял приказы своих командиров в этой захватнической войне, он с особым рвением истреблял население непокорных чеченских сёл, будучи командиром отряда головорезов. То, что произошло в Буче, русская армия многократно творила в десятках захватнических войн и оккупаций, в результате которых Россия прирастала территориями. Так была в своё время захвачена Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия, Кавказ, Украина, Беларусь, Молдова, страны Балтии. Было время, когда агрессивная Россия контролировала Финляндию и Польшу. Тут уместно вспомнить других русских поэтов – Жуковского и Пушкина, написавших хвалебные оды в честь взятия русскими Варшавы. Это когда российские войска подавили восстание поляков против гнёта русского царя. По сути, Пушкин проявил себя махровым русским имперцем, таким себе антимайдановцем и ватником XIX века. Можно ли сказать, что воспевать кровавое подавление стремления народа к свободе или непосредственно участвовать в этом подавлении – это такое благородное деяние, которое соотносится со словом «честь». Вряд ли повернётся язык, правда? Но россияне считают иначе. И, например, называют героем даже Суворова – этого кровавого палача, устроившего резнё всё в той же Варшаве на рубеже XVIII и XIX веков, ну и сотворившего ещё множество преступлений. Так в чём же всё-таки честь русского офицера, упоминаниями о которой пронизана вся русская культура? И почему у здорового и нормального человека возникает когнитивный диссонанс при упоминании этого понятия в отношении российских военных? Ответ даёт всё тот же Пушкин в романе «Капитанская дочка», когда старший Гринёв даёт наставление своему сыну. «Прощай, Пётр, служи верно, кому присягнёшь, слушайся начальников, за их ласкою не гоняйся, на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся, и помни пословицу «Береги платье снову, а честь с молоду». То есть честь состояла прежде всего в верности и преданности, строжайшем исполнении долга. Чувство долга считалось величайшей добродетелью в глазах государства. Незыблемое правило «служить верно» входило в кодекс чести офицера и имело статус этической ценности и нравственного закона. То есть честь русского офицера по кодексу этой самой чести – это всего лишь беспрекословное послушание царю, генеральному секретарю, ну или сейчас президенту. То есть честь по-русски – это просто смиренно и бездумно исполнять приказы. Скажет государь, стирая с лица земли мирные города и села соседней страны, честью русского офицера будет ответить «слушаюсь» и идти убивать. Вот и все на самом деле. Честь русского офицера не имеет ничего общего с общечеловеческими ценностями. Честь полноценного здорового человека и честь курильщика, ну то есть офицера армии РФ – это абсолютно разные вещи, и не нужно их путать. Это только культура, и кинематограф России трактует разбираемое нами понятие исключительно с точки зрения общих ценностей человечества. В кино, книгах и репортажах честь русского офицера – это непременно эталон благородства, великодушия, честности, милосердия и справедливости. А на деле все совершенно наоборот, и длится уже не одну сотню лет. И не нужно путать. Честь русского офицера в общепринятой человеческой системе ценностей – это на самом деле бесчестие. Ну то есть все по Оруэлу, все как русские любят. Бесчестие – это честь, война – это мир, рабство – это свобода. Впрочем, ничего нового. За что ни возьмись в России, все именно так. Интересно услышать ваше мнение, уважаемый зритель. Оставьте свой комментарий и поделитесь этим видео, если разделяете позицию автора. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, поддерживайте проект на Patreon и BuyMeCoffee. Отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы. Слава Украине! Это наш канал, поддержка! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! Впрочем, можете Redubeково! φай